здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами равен алекс артовский москва марина роща рубрика переселение душ сегодня мы посвящаем ее поднятию души бела берта бат мэндл городе ушала им прошлый век начало прошлого века время перед рошана все люди настроены очень так гармонично торжественно грозно все знают рошашина это судный день обычно перед судным днем во многих общинах израиля встают рано утром и говорят слиход слиход это молитвы которые в которых включены различные просьбы из стихи из писания которые просят всевышнего простить наш грех перед рошана не стоит рано утром в те времена были специальные люди которые ходили по городу и объявляли рано утром слиход слиход можете себе представить были находились люди которым это очень не нравилось но был один человек который свое негодование выражал в страшных проклятиях он выходил на балкон и он кричал будь ты проклят такой ты сакой сколько можно это терпеть страшное дело плод и должен бросал камнями бросал бутылками он он просто исходил из себя пока этот человек не скрывался с его двора прошло время и через несколько лет этот же самый человек перед праздником рошашина начал ходить по дворам старого города и шалаем и объявлять евреям слиход и в это же время за ним постоянно увязывалась маленькая собачонка которая скулила очень очень страшно и чтобы не делал он как бы ее не отпугивал не отбрасывал это собачонка скулила и бегала за ним вплоть до того что он уже понимал в преддверии рошашина что все уже не может он должен обратиться к раввину потому что убить несчастное животное или бросить его камнем он не мог он был верующий еврей написано что нельзя издеваться над животными он обратился к раввину главным раввином мир ушелами тогда был раз знаменитый рэб мой шизон он фельд он обратился к нему и этот раввин после их долгих минут долгих размышлений сказала вот ты помнишь этого человека который проклинал тебя и бросал в тебя комья грязи и и словесные и физически он говорит да он умер и вот сегодня перед рошашина заканчивается как раз срок когда душа решается и судьба знаем что она находится 11 месяцев говорят по нее кадиш и все и вот этой души был страшный грех вот вот эти дни в течение нескольких лет как он кричал и все что это собачонка хочет а душа этого человека переселилась в эту собачонку такое тоже кстати бывает очень часто это же книги где написано за какие грехи куда в каких не кошерных животных и кошерных страшное дело в любом случае написано так сказала рыб мой шизон ты должен его простить этот человек собирает меня на десять человек дожидается момента когда появляется эта собачонка и публично говорит я прощаю тебя применение я и тогда не держал на тебя зла потому что написано каждый день когда мы отходим ко сну мы просим у всевышнего простить каждому который нанес нам какой бы то ни было еще и сейчас я подтверждаю тебе этим перед вот этим меня нам человек только он это сказал только он это произнес собачонка исчезла и больше никогда не повлиял не появлялась шалом шалом уважаемые дамы и господа